всем привет не так давно интертул добавили свою линейку дисковых пил 2 новые пилы это в это 0 6 18 и 0 6 21 покажу вам 0 6 18 какая она убрали модели 0 6 12 и 14 вот это 18 стоит 1600 гривен 1700 699 а 21 стоит 2000 они несколько отличаются своими параметрами в основном это диаметр диска здесь 190 диск идет 21 модели соответственно 210 диск идет комплектация естественно самая простецкая идет диск конечно же в наборе идет ключик для смены диска есть линейка боковая на справа чтоб справа был упор кабель как всегда у интертул не самый хороший да он гибкий все но недостаточно гибкий бывает получше и длина его два метра всего лишь этого недостаточно лучше что было 3 а то и 4 в самых дорогих моделях например bosch или makita 6 метровые можно увидеть кабеля но здесь два инструкция и гарантийка стандартные идут для обеих моделей 18 21 тут указаны характеристики на некоторых сайтах я встречал характеристики не соответствует надо ориентироваться на паспорт то есть это инструкция это и паспорт есть инструкция украинскую цель да уже добра цвета еще нам треба не все производители переводят свою инструкцию на украинский интертул позаботились об этом это им отдельный плюсик и так что мы видим по мощности 21 18 отличается у 21 1800 у 18 1500 естественно размер диска 190 210 из-за этого меняется глубина распила и количество оборотов у более маленького диска у него больше 5 800 а у 210 дисков и 5000 оборотов комплектный диск здесь идет точно такой же как продается в розницу то есть отдельно от пилы стоит он 83 гривны такой 190 по качеству рейтинг на сайте у него не слишком хороший но людей покупают это такой недорогой диск для дерева для плитных материалов дсп-двп мдф пилит он и хорошо есть такая защита в принципе найдет на 90 процентах всех дисков даже китайских самых дешевых ничего особенного по весу это пила весит пять с половиной килограмм более дорогие модели есть весом поменьше но есть конечно и побольше весом особенно если дешевые держать принципе удобно вес не мешает распилу единственное здесь довольно жестко вот эта защита откидывается то есть пружинка такая жесткая если ее не отворачивать вручную а именно упирать в деталь то она будет немного мешать кнопки нажимается хорошо четко то есть вы чувствуете когда вы нажали когда вы когда она висит просто воздухе скажем так нормальный хороший кожух он идет из пластика все что касается диска оно все металлическое лазер это не слишком аккуратная обработка вот этого проема как будто вручную спилена непонятно это конкретно эта модель либо у всех у них так особо но не мешает зажимы тоже довольно четко откручиваются вы чувствуете когда вы уперли нет такого что вы уже вроде бы закрутили но еще есть куда крутить нет он уперся максимально закрутили все он дальше именно в нагрузку закрутить его уже некуда есть естественно поворот площадки на 45 градусов но немножко не слишком точно он регулируется его трудно поставить именно 45 градусов там с противоположной стороны никакого откручивающегося крепления нету она не съемное это крепление то есть довольно так натяжку на идет на 45 выставить тяжело но с другой стороны если вы уже выставили 45 градусов и закручиваете эту гаечку она его не сместит на площадку не сместит то есть выставили на 45 закручиваете и вот во время закручивания смещения никого уже не будет в этом все-таки плюс при возврате площадки для распила под 90 градусов она просто упирается до конца и закручивается искать этот ноль не нужно это удобно некоторых бывает площадка ходит и надо еще постараться чтобы вернуть на 0 градусов площадку здесь такого не придется делать в основном так вот с первого взгляда модель хорошая то есть есть за тысячу от 1000 до 2 разные модели есть подешевле подороже они примерно в таком же качестве но есть и хуже если берем тот же ижмаш я не говорю что это плохая фирма плохая марка это тот же самый китай у них кстати с интертулом есть очень много похожих моделей и ижмаш будет стоить дешевле здесь ровная площадка камера возможно покажет немножко не точно но это проблемы камер ваша камера очень дешевая площадка ровная полностью этого допустим добиться очень сложно при работе с дешевыми с дешевым металлом сделать в нем отверстие сделать нём изгибы вот эти жесткости и при этом оставить площадку идеально ровной довольно трудно здесь площадка ровная то есть она плоская никаких смещений никаких вогностей вогнутости выпуклостей кроме тех которые запланированы сама вот эта деталь которая сверху кожух накрывает диск как я и говорил тут все металлическое она алюминиевая скорее всего это какая-то дюралька а не чистый алюминий там хороший хорошего качества но тем не менее интересная деталь присутствует на вот этой части которая предотвращает излом кабеля на ней есть два таких нажимных участка по идее они должны нажиматься но я нажать не могу я не пытаюсь сейчас открутить его я пытаюсь нажать чем-то более твердым не нажимается видимо мешает сам кабель внутри то есть если вы хотите заменить кабель по идее вот эту часть можно будет легко достать и поставить на место качество самого пластика тоже довольно хорошее но приятное на ощупь это не самые дешевые но не воняет пластик не воняет вот эта ручка которую вы будете держать левой рукой она из такого пластика как вот торпеда на автомобилях делается хорошо ли это плохо я не могу сказать но принципе хорошо скользить не будет и держать удобно весь металл который идет вокруг диска я еще раз повторю здесь все что связано с диском все что рядом с ним она все металлическо никакого пластика здесь нет тоже металл весь хороший он не супер тонкий то есть не гнется просто так именно пальцами так ты его молотком согнуть конечно можно если или допустим уронить тоже согнется есть хорошей высоты но это все-таки стали откручивается вот таким образом снимается верхняя втулка там под ней есть вторая она на подшипники скольжения скорее всего будет громыхать из-за этого я не уверен можно ли ее смазать по идее для уменьшения звука работы смазать было бы ее неплохо устанавливаем диск очень легко производится эта операция без каких-то мешающих деталей спокойно он лазит закрывается кожух и ставится обратно верхняя шайба да я минуту назад назвал ее втулкой да все закручивается тоже без каких-то проблем резьба нарезана хорошо что внутренняя что наружная на самом винте зажимать очень сильно прям со всей дури не следует как и на болгарках здесь рассчитано так что при распиле при работе пилой диск будет поджимать гайку это принципе во всех инструментах так рассчитывается то есть гайка от работы не слетит естественно да и его приложить максимально плотно но не более того индикатор сети горит всегда под ним находится кнопка включения выключения лазера она идет двухпозиционной то есть вы и видите и чувствуете когда вы включили лазер когда вы его выключили хотя насчет видеть возможно не очень она не сильно глубоко втапливается и на первых порах пока не привыкли к инструменту именно визуально это будет не сильно наглядно выглядеть луч кстати довольно такой широкий по плоскости его хорошо видно сейчас допустим горят прожекторы и на белой идеально белой поверхности его хорошо видно как на материале будет видно еще посмотрим но по идее должно быть неплохо так визуально мы все осмотрели пришло время включить нашу пилу посмотреть как она работает заодно послушать что я подозреваю что будет она работать достаточно шумно да так и есть грохот от нее такой серьезный причем в основном звук громкий идет не от двигателя двигателя как раз и не слышно практически здесь такой очень сильный металлический звук вот как ляск то есть по идее гремит как раз сам диск как я и говорил и тут скорее всего еще есть люфт я его кстати не проверял сейчас проверим насчет люфта как он себя покажет и он действительно присутствует до небольшой на каких-то полмиллиметра но есть в чем люфт именно из-за этого стержня на котором сидит диск то есть я так предполагаю что там не слишком хороший подшипник либо его как-то можно подправить отрегулировать потому что штифт на котором сидит диск именно вот он и люфтит и скорее всего из-за него как раз и такой грохот именно металлический потому что как я и сказал шума от мотора здесь практически нету но грохот сам по себе и и звук трущихся металлических деталей очень сильный другие какие-то металлические детали здесь шуметь не могут очень хорошо все плотно зажато даже вот эта граница между двумя деталями алюминиевыми она очень такая плотные детали хорошо прижаты друг другу и он не дергается вообще никак не то есть и звона как бы такового нету хотя бьешь конечно слышно что это все таки не пластика алюминий но грохота нет то есть только сам диск сам этот вал на который садится диск и диск вот они гремят не сильно хорошо но тем не менее в остальном претензий к этой пиле дисковой нет совершенно внутри тоже ничего не грохочет все закреплено как положено все на своих местах то есть не двигатель не в двигателе что-то ничего не болтается все принципе отлично единственное что вот в комплектации мне не понравилось здесь нет сменных щеток я недавно выкладывал видео с вибрационной шлифмашинкой которая стоит там 800 гривен и у нее сменные щетки были а здесь как бы товар немножко дороже а счет так сменных нет непонятно ну и бог с ними напоследок еще покажу установку от этой линейки которая делает упор справа она очень полезна если вы допустим распиливаете доску либо какой-то плитный материал да и у вас заводской шов ровный надо пропилить параллельно ему устанавливаете линеечку все у вас справа есть упор можно свободно пилить единственное что вот здесь из коробки она не не идеально параллельно идет грани подошвы то есть соответственно и не слишком параллельно саму диску но выровнять труда не не составит не такой уж толстый металл его можно отогнуть и поставить чтобы было все идеально постараюсь дома найти что-то распилить показать вам пилу в работе вот нашел я вот такой брус это пятидесятка очень светлое дерево сейчас 4 часа дня и я нахожусь солнечной стороны то есть солнце светит как раз на материал видите лазер хорошо видно но камера немножко конечно испортит изображение но видно очень хорошо четко сам луч лазер можно отрегулировать еще напоминаю что правая грань лазера идет в точности по вот этим вставкам на диске то есть сам диск заканчивается немножко раньше но есть вот эти ставочки они чуть-чуть выступают за диск и правая грань лазера и вырез на самой подошве идут идеально вровень вот с этой гранью этой вставки жесткой то есть перед именно вот она сам диски из более из менее прочного металла вот это вставочная деталька она как раз и очень острая и плотная вот по ней выставляется диск то есть поняли да как она работает и здесь она работает идеально то есть распил идет именно вот по грани лазера лазер к лазеру здесь претензий нет вообще именно на бруске сориентироваться очень трудно потому что я дохожу вот упирается диск и все заканчивается мне не на что ориентироваться надо пилить на столе чтобы это было все видно чтобы легко было работать брусок распилить по лазерному указателю невозможно пропилю его просто так прошло как по воздуху вообще не почувствовал 5 800 оборотов все-таки дает хороший показатель до распил не слишком ровный потому что ориентироваться было не на что я даже и толком не упирался на площадку это конечно надо пилить на столе при хорошо зафиксированной заготовки материале которые вы пилите так на весу это работа кустарной есть у меня еще вот такой кусочек ламината он 8 миллиметров пропилим его несмотря на то что я пилил одной рукой без каких-либо меток достаточно хороший распил получился вот этот правый это был распилен электролобзиком левая нашей пилой разница между ними нету фактически а если еще работать как надо то есть зафиксировать заготовку резать по метке топ выйдет намного лучше чем лобзиком или ручной ножовкой это сто процентов вот такой получился у меня обзор дисковой пилы intertool vt 06 18 это хорошая бюджетная модель с ценой около полторы тысячи гривен немногим больше с диском 190 миллиметров отрабатывает она свою стоимость на сто процентов то есть денег своих она стоит смотрите наши другие видео покупайте в нашем магазине ставьте лайки и дизлайки оставляйте комментарии всем спасибо всем пока